Привет всем стратегическим жевжикам! Вы слышите Алексея Халецкого и это уже третья серия FFA в пятой циве. Ретро-FFA! Да, вспоминаем, как это было тогда. Игра записана в 2016 году, более четырех лет назад. И напоминаю, что спонсоры канала всей серии видят сразу в вкладке сообщества, а для всех остальных... Кстати, спасибо спонсорам за вдохновение. Для всех остальных они вот раз в день выходят. А еще напоминаю, что я почему-то эту игру не комментировал, поэтому мне вот приходится в современности ее комментировать, так что иногда вы будете слышать мой современный голос, иногда четырехлетней давности, а так как они ничем не отличаются, то... Короче, сложно. Сложно. В любом случае, Карфаген. Вроде... Вроде все так ничего. На отшибе. Ну, я так минимум вижу тут у него три соли, пять петрах холмов. Скорее всего, там больше их. Ара, убирай, пожалуйста, коня. Конем ходи. Лошади. Что-то я всех вообще отгоняю от своей земли. Не, ну, это верно, как бы. Чем меньше соперники видят территории, тем лучше. То есть они не будут знать, какие у меня ресурсы там в будущем. Ну, и просто у меня есть такая возможность. Ведь я тут такой перешейк. Почему нет? Ну, Сириус там говорит, что у меня три соли, но, опять же, повторюсь, что не самые классные соли. Могло быть все лучше намного, намного класснее, но тут такая пустынька. В принципе, благодаря Петре более-менее. Достраиваю еще один караван. В принципе, я даже два каравана еще могу поставить. У меня три из пяти их. Уже... Ну, смотри, может, тебе тоже надо это. Уже могу на производство посылать караваны. По очкам впереди Сиам, но только потому, что он захватил полностью Майя и половину Кельта. И вообще, как бы... Вообще, в принципе, на долгую игру, конечно, Сиам круто выглядит сейчас. Блин, у меня какое-то дежавю прям прошлой игры. Ара опять кого-то захватил, у него опять девять городов. Блин, зачем тебе этот профинанта? Потому что мне придется идти в эту информацию. Мне нужно это. Так мне ракует. Кто понял? Даже не посмотрел, кто написать. Ну, я ж взял... Не просто так, у меня коммерция на единичку. Ну, вот. Так что... Слишком много тебе было бы культуры. Кстати, у кого больше всех культуры-то? Не у меня. Кто-то думает не о чем. Гена меньше всех, а у Сиаму больше всех. Ну, у меня на культуру. Да еще и Бог-то не вера на культуру. Да, так что Сиам тут разовьется нехило. Я постараюсь, конечно. Мы в тебя верим. Не подведи нас, да? Тем более, что они могут пойти. Либо на меня, либо на тебя. Ну, сейчас Египет построил Парфенон ради культуры. В общем-то, ранние два чуда, которые помогут быстрее социальные политики принимать. Это Оракул, который просто дает сразу социальный институт. И Парфенон, который дает просто много культуры. Оракул построил голландец. Парфенон, вот, Египет. Но надо не забывать, опять же, что в пятой циве необходимое количество науки для открытия технологий, необходимое количество культуры для принятия социальных политик увеличивается с количеством городов. То есть, например, тому же Сиаму для принятия какой-нибудь шестой политики надо будет намного больше культуры, чем мне с моими четырьмя городами. И увеличивается, по-моему, на 5% каждый раз. Я уже забыл точно цифры, можете меня поправить в комментариях. Ну, существенно это довольно много. С другой стороны, если ты строишь все здания в этом городе, ну, то есть, грубо говоря, четыре города со всеми научными зданиями против девяти городов со всеми научными зданиями с одинаковым количеством жителей, то все равно девять городов будет круче. Но проблема в том, что это намного сложнее сделать. То есть, вот, в пятой циве это намного сложнее развить много городов. Именно из-за того, что из-за нехватки счастья и... Нет, сори, но нет. Не нафига ли уж ты зажал, я уходить забрал все уже. Ты уже никуда не уйдешь. И за счет того, что большое количество городов не позволяет национальные чудеса нормально строить, об этом я тоже в прошлых сериях говорил, для постройки национального чуда, ну, например, нацколледжа, надо, чтобы во всех городах были библиотеки. Кроме того, еще и стоимость национального чуда возрастает от количества городов. Я так, утрировано, например, для меня с четырьмя городами будет сто производства стоить молотков. А для Сиама с его девятью городами, наверное, 250. Я точно не помню, опять же, вот эти все цифры, но это существенное увеличение. И там просто... Я думаю, что на девяти городах практически нереально национальные чудеса построить. Вот в этом минус игры за широкую империю в пятой цивилизации. То есть девять городов означает, что он вообще... Ну, может к концу игры построить, но это довольно большое внесение производства. И за счет этого появляется этот баланс широкой и высокой империи. А в шестой цивилизации надо, чем больше городов, тем лучше там нету. Блин, ты хоть тут шесть городов ставь на самом деле. Так чему думаешь, поставили по шесть? Ну, ты по шесть, кто-то по девять. Ему было мало своих, он захватил. Одного меня зажали тут в горах. Ну, значит, тебя зажали в горах. Ты сам там отсиделся, зажался в горах, вот и все. Ну, вот и те, как раз говорю. Ну, в принципе, в традицию шесть городов вполне еще можно поставить. То есть традиция хороша над этим своим быстрым стартом за счет большого количества еды и культуры в начале, ну, и принятия социальных политик. И, может быть, даже и неплохо было бы мне шесть городов поставить, потому что я точно буду принимать морскую инфраструктуру, которая дает то ли три, то ли четыре производства в каждом прибрежном городе. Это очень неплохо. Очень неплохой буст. Тут пират. Другое дело, я вот не... Ну, вот там вот, в Праге, как я и говорил, выше Сахара бы поставить что-нибудь. Да, рабочие. Ну, как я помню, такая общая формула. При игре в пятую цилу у вас должно быть рабочих по количеству городов плюс один. То есть, в моем случае, надо, чтобы как минимум пять рабочих было. Это из-за того, что в пятой циве рабочие не исчезают, а работают бесконечно, то пяти рабочих вам выше крыши хватит на всю оставшуюся игру. А так вы еще и ускорите развитие империи своей. Не знаю, я бы, наверное, на месте Сириуса и Ары просто договорился бы нас распилить, а потом уже между собой. А кто сказал, что мы об этом не договорились? Ну, я этого не слышал. Поэтому, если вы договорились, то бан вам и пакеда. Ну, запрещены приваты, то есть, тут вся дипломатия должна идти голосом прямо во время игры. Поэтому я бам-бам и пакеда. Бан-бан-бан, you're looking for the good time. Кто отгадает песню, пожалуйста, в комментарии пишите. Не буду подсказывать. Исполнителя и название песни, пожалуйста. Там, конечно, другие слова немножко, но, в принципе, узнаваемая мелодия. А, когда принесешь религию свою? Да, она хорошо пройдет. У меня очень мало веры. Да ладно, у тебя с мая, с мая, с мая, с ковкой там пустыни. Ну, в поленке прилично пустыня. Ну, что ты думаешь, я обрабатывал поймы там, что ли, все? Ну, я думаю, то, что ты ничего не... А, ты там можешь обрабатывать. Я думаю, ты суд строишь. Да, в пятой циве пантеон работает той религии, в которую он принят. Поэтому там вера от пустыни капает. О-о-о! Или кто это построил? Кто это построил? Хорошо спрашивать, когда ты построил, да? О, завязочек. Я слышал, все так делают. Напряженка. А, кто вышел в арбалет, ребят? Легу, все так делают, только надо это не... А, кто там подстроил? А так, знаешь, вообще реально вот, ну, с тревогой в голосе. Прям вот ощущение, что у тебя вот уже сжалось там все от того, что кто-то построил таракотку. Народ, а кто вышел-то в арбалет? Ну, догадайся. Догадайся. Кстати, я вот не понимаю, кто вышел в арбалеты, честно говоря. Вот сейчас сидя, это смотрит, то есть это не я вышел. Ну, наверное, Ара только сейчас, в средневековье вышел. Да, я вообще очень быстро. Ну, не знаю, наверное, голландец. Понятно, кого-то. Сейчас мы с Легу, мы просто с Легу договорились вас двоих распилить, а потом уже между собой. Баг вам, мы его не слышали. Что, баг нам? Какой баг? Баг вам всем. Я, видите, спокойно, благодаря тому, что нахожусь на отшибе, просто иду в развитие. То есть у меня дальше университеты. Загляну в мастерские ради производства. Пускаю. Слушайте, а я не увидел я тот второй караван. Пустил все-таки на еду в Гиппарегиус, да? Ну, в принципе, да, у меня четыре счастья. Сейчас вот еще достраиваю чеченицу. Это четыре счастья сверху и плюс удвоение... Нет, не удвоение, а уполторение срока золотых веков. Тоже неплохое чудо. Надо города отращивать. Гадос, как-то маленько растет. Всего два жителя. И тут вот, видите, два амбарника есть, конечно, у Гадоса. Две пшеницы, но они на пустыне. Дают по одной еде. То есть, это совсем грустно. Там, наверное, фермы можно будет поставить. То есть, будет давать три еды, но это не та пшеница. Так, давайте глянем на демографию. Я первый только поносиление. Уже Египет на первом месте по нау-роизводству. Ну, 91 из-11. Суров. Да, мелкие техи открыл. Да, я понял. Так, вот видите, я принимаю exploration. Все еще у тебя. Я первый вышел туда. Я не построил. Почему я первый туда вышел, по-моему. Мореплавание. По-моему, мореплавание в русской локализации, оно дает плюс одно перемещение и плюс одну дальность всем морским юнитам. Но, на самом деле, конечно, оно мною принимается для того, чтобы потом можно следующей социальной политикой принять морскую инфраструктуру. Блин, я не помню. То ли три, то ли четыре производства всем приближенным городам. Это очень хороший буст. Это очень сильный. И в моем случае просто тупо строгая обязательно, потому что у меня не так много производства вообще на территории. 19 вход. У меня капает, ну, долговато следует. Наверное, что-то надо, я еще по-построю всякого на культуру явно. Че, в Монако коляску подарил? Я смотри, думаю, откуда в ГГшке коляска. Еще и не пицкая. Интересно, естественно, откуда же они? Ты скажешь, что требуют. Так, Ванкувер хочет, чтобы территорию голландца я открыл. Слушай, голландец, я тебе вообще соль просто так давал, а ты не хочешь мне посольство дать. Ну, это много. Не, пусть ты... Я могу тебе что-нибудь купить. Нет, подожди, что значит много. То есть я тебе давал счастье столько времени, бесплатно, просто так. Вообще ни за что. Я просто думал, что на тебя там нападут, чтобы ты мог защищаться. Что ты мне дашь? У тебя ничего нет. Ну, что-нибудь. Хорошо. Ну, когда будет. Когда будет. Почему ты не хочешь посольству? Ну, может, это будущее там какое-нибудь. Я тебе пустил скаутом посмотреть свое место. Да кто там пустил? Я тебе дал роскошь. Я тебе дал роскошь. Ты там кричал, я тебе войну объявлю. Я же не объявил, ты ходил. Ты меня за этого не убил. Не, подожди, ты ходил. Ты ходил, я тебе не объявлял войну, пожалуйста, ходил. Я тебе дал ресурс роскоши. Так еще чем-то не объявляешь войну, когда у тебя один лыжник всего. Ну, со скаутом я уж как-нибудь справлюсь, я думаю. Нет, Легу, просто я не понимаю. То есть я тебе даю, а ты мне ничего не хочешь дать. И что у тебя там такое великое, великое посольство? Ну, я же тебе говорю. Не давай, не давай, Легу. Он не знал, на воде ты или нет. Ты знаешь, что он не на воде. Все равно. Допустим, даже если ты знаешь, вот он на воде окажется. Тогда ты не прав уже. И фрегата тебе идти. Вот сейчас решается, идешь ты в фрегат или нет. Я думаю, я пойду во фрегаты так и так. Ну, я по-любому иду в астрономию. По-любасу как бы. Ну, что мне убивать этого скаута, да, Легу? Я так понимаю, раз мы с тобой ни о чем не договариваемся вообще. Сейчас-то у меня не лучник. Ну, сейчас я в курсе, что не лучник. Я уже тут и так себя видел. Ладно, я тебе не буду помогать, если Ара на тебя нападет. Развлекайся как хочешь. Ты не можешь помочь. Не, почему? Я ему помогал, я ему давал роскошь. Я как раз думал, что на него Ара пойдет, чтобы у него там была возможность. Поэтому, собственно, и дал. Ну, так я ему тоже роскошь дал. Ну, тебе он дал посольство? Он мне дал. Ну, а мне нет. Мне же обидно, понимаете? Тебе он дал, а мне не дал. Кстати, интересно, действительно, почему тут голландец? Чё это за коляшка прибежала? Смотри. Почему он Египту дает посольство? Ну, чё, верчо? В Пятой Циве посольство это означает открывается видимость у столиц. То есть я его столицу вижу, он мою. А, вот что ты тут можешь вверх. Я в данном случае, почему... Блин, Лигу, я коляшку подарил, Монако, зря что ли? Да, лучше бы меня подарил. Ну и подождешь хотя бы 10 ходов. Мне культурку дают хоть немножко. В данном случае, почему я хочу... А, ну с такими раскладами Лигу, давай забирай. Увидеть голландца, потому что город-государство, у него задание такое, чтобы я увидел именно Голландию. В смысле, всё забирай. С какими раскладами? Чё, с арбалетами тут пришло? За счёт посольства я увижу Голландию как раз. Прикольно, сейчас распил будет майских городов с другой стороны уже. Не, я... Потом он идёт кинг. Нет, я на Ару, блин. Как я могу тут на Ару напасть вообще в принципе в такой ситуации? Ты мне, блин, идти до него хрен знает сколько. Ну, Прагу захватить, допустим. Поставить город. Чего у тебя там места есть? Ниже Гадеса. Здесь ребро. Отличное место. Сахар там. Ну... Не, ну зачем мне Прагу, интересно, захват? У меня скорее тут поближе что-то есть. Вообще, смотрите, там сверху Малака. Тут очевидно, что можно поплыть... Тут какие-то острова должны быть похожи. Вот сверху Малаку видели, да? Там что-то есть. Я не пойму, а что? Сиам сейчас объявит войну Сиаму? Тьфу, блин. Голландец Сиаму войну объявит сейчас? Да, мне кажется, нет. Ну, а что ты говорил, забирай всё? Или ты чисто про Монако? Про Монако. А, ну, окей. Нет, ты чё, может, друзьяшки. О, как это мило. Так, теперь мои друзья, да? Я нашёл себе нового друга. Да, для этого я нашёл, когда я нашёл эту самую коколку. Для того, чтобы мы стали друзьями, ты построил цирокотку. Вышёл в арбалеты и стал первым парнем. Теперь вы точно друзья. Ну, правильно, мне же не нужен слабый друг. Какой-то меркантильный. Уникальный юнит карфагенский плавает, как видите, вот я построил. Квинкверма — это уникальный юнит карфагена. Ну, ну, не фонтан, честно говоря, это просто усиленная трирема. То есть юнит ближнего боя, чуть больше очков, удары и всё. Хочется сказать, что получил четыре очка эпохи, но вспомнил, что это в шестой циве сейчас за уникальный юнит и даётся. Так, святилище и мастерская построились. Вообще, что-то я смотрю, я как-то маловато менеджментом городов занимаюсь. Вообще не особо туда заглядываю, между прочим. А это, вообще-то, надо бы каждый ход делать. Так, наконец-то я хоть карту открою. Это третья серия я только вот рядом с собой вижу. Ну, зато я всё вложил в экономику, чтобы по максимуму... А так, сколько у меня вообще рабочих? Вот я тут сверху три вижу. Вообще, надо... Мне кажется, вот зря я сейчас направо попал, надо было к Малаке плыть. Я просто понимаю, что я её уже встретил, но там явно какой-то остров, и его рассмотреть скорее. Так, три. Так что, у меня всё три рабочих? Нет, четыре. Вот вижу четвёртый. Четыре рабочих. Ну, надо ещё хотя бы одного, на самом деле. Так, и пять караванов бегает, причём мне... Причём один из них наземный. Ага, вот. Вот я и занялся менеджментом городов. Так, я максимум на производ... А зачем я... А зачем я на производстве, если у меня десять счастья стоит? Вообще-то в рост надо, наоборот. Почему у меня всё в производстве стоит? Что я тут такое прям строю, чтобы срочно поступить? Десять счастья, мне города отращивать надо. У меня ещё и караваны на еду бегают. Это ошибка. Сейчас, что я делаю? По-моему... Я, конечно, уже подзабыл всё это дело, но у меня очень много счастья. То есть, когда у вас много счастья, в пятой цели, у вас города должны расти. У вас должен быть... А я там видел, что у меня карфаген не обрабатывает все клетки с едой. Кроме того, я почему-то сейчас... Хрена, тут город можно поставить на... Шахты делаю, хотя на самом деле сейчас я должен делать фермы в первую очередь. Блин, то самое чувство, когда по квесту ГГшки ты первый по религии, но религию не основал. Фаршивое чувство, надо признать, да? Угу. А Египет не смог основать религию? Или ещё не основала, ещё будет основой? Ну, у Египта уникальное здание, гробница. Очень хорошее, как уникальное здание. Даёт две веры и два... То ли два счастья, то ли одно счастье, не помню. Ну, главное, что счастье даёт. Это очень классное здание. Египет просто... Одна из лучших цивилизаций для игры в широкую империю в пятой цели. То бишь на расселение с большое количество городов и не так сильно проседаешь, по счастью, как некоторые другие цивилизации. Так, ну мне Генуя даёт счастье, да. Так, смотрим. Ванкувер хочет, чтобы я ему денег дал. Нашёл Голландию и уничтожил варваров каких-то. Прага хочет, чтобы я великую стену построил. Адмирала взял и был первым по количеству культуры. Но адмирала вряд ли. А вот стену можно построить. Вот National Epic это как раз национальное чудо. Строится, если у вас во всех... Ура! Религия у меня. Строится, если во всех городах есть монумент. И даёт, по-моему, плюс 25% генерации великих людей. Лига, не подождёшь пару ходов захвата Монако, а? Три производства даёт всё-таки, а не четыре. Какая разница? Ну, он не перестанет быть союзником. Буквально... Ну и так над союзником. Не, ну я друг. У меня шесть скульптур в ход. А эти, за это люкс дам. Что-то я юниты вообще не прокачиваю, только на... Ну, как тебе такое? На лечение беру. Неправильно. Меха у тебя есть? Нет, у всех меха хотят. Так, адмирала, великую стену. Да эти просто люкс дам. И я второй... Типа кто больше культуры наберет? Сейчас я сейчас не буду так захватываю. Тоже хочет. У лидера 567. Вспомни то, что я тебе помогли к словам. Пообещал защиту, это снижает влияние других игроков. Труднее... Далко, что в шестой циве брали механику требовать дань с города-государства. Это классная штука была на самом деле. Ну и вполне такая реалистичная. То есть сейчас в городе-государстве только можно у них армию купить. Не, вот мне чем вот такая игра не нравится, когда типа на отшибе сидишь развиваешься, у меня концентрация падает. Тебе реально что-то какую-то фигню. А? Ты начинаешь творение, да? Ну да, то есть знаешь, это вот сидишь ты такой отдельно, не варишься, у тебя нет собранности, когда там рядом соперники, там могут напасть, еще что-то. А тут ну как-то... И если я в итоге победю, то в чем прикол? То есть за что я могу себя тогда похвалить получать? Ну, левый-то, да, развитие вариант. Вот бы какие у меня проблемы были, оказывается. Ну, я вижу с городами какую-то странную фигню делаю, вместо того, чтобы в рост идти в столице. Я почему-то фокус-то производства там сделал. Утика не растет тоже. Смотри, она вся моя мама. У меня знатой век начался. Караси, у тебя еще и золотой век начинает просто так. Ну, блин, 300 у всех доходит. Ой, не 300, там 500, да? Да, я не помню, сколько там было. Да, 500. Ну, я просто не помню. Да, 500 должен был быть. Ну, норм, что, бывает. Ты не забывай, я строю эти, гробницы. Да, там у Египта явно побольше счастья, чем у нас. Это хорошее, вот это, здание и религию дает, веру и счастье дает. Все неплохо, и столь дешево. Я еще помню, раньше она, по-моему, когда-то до дополнений деньги давала. Еще такая даже ачивка была, типа захватить египетский город, где есть гробница фараона. И ты, по-моему, ачивка... Ну, бегаю, просто исследую. Я так понимаю, что Великую стену я таки построил. Тоже приятно. Ну, тут, на самом деле, чтобы больше другому не осталось, но не то, чтобы она не сильно нужна в плане защиты. А вот, кстати, Египет. Ну, по морю недалеко. А, по земле, конечно. Ну, они там с Сиамом намного больше соседствуют. Теперь не понимаю, зачем Сириус прибегал ко мне коляской и портил отношения. Следующим ходом я захвачу уже Монако. Что тебе там прям так много дает? Реально реформацию можно принять, только если религия есть. Много. Вот фейл. Я не стал туда говорить. А ты в набожность пошел? Мне по-любому некуда покаять, так что я взял плюс один от две святилища храмов. Все-таки пага до мечети я покупаю. Ну, хорошо, хоть одну взял, действительно. Только если ты основал религию, то есть ты основатель религии, и ты к ней прибавляешь реформацию. Давай, Ара, к твоей религии приписывай ее, чтобы я буду покупать. Я не буду против вообще. Только мне-то, по-моему, не даст, да, Витя? Или что, помнишь, что партию где-то мне надо? Я не знаю, сможешь ли ты что-то взять в реформацию. Нет, если и я укреплю, то, конечно, ты сможешь. Но я в реформацию не пойду. Реформация – это социальный институт в набуженности. Слушай, ну вот вайпер молодец, конечно. Хоть и мне подгадил, но то, что он взял религию... Ну, еще бы он не взял тут. Ну, что, религиозный Ванкубер, через 3-е? Ванкубер, это не гранит, а как он? Нет, он сам себе построил, он просто очень быстро по вам принял. У него Синай. Синай у него. Синай у него нет. Откуда у него так быстро? В смысле, я с лягужами сказал Синай. Я говорю, он, наверное, около Майанга, леда. Он есть, а он, его даже до сих пор у меня нет. В третьем радиусе. А, я, Софью построили, Нотр-Дам. Ну, Нотр-Дам, конечно, круче на счастье, но я в него не выходил. Нотр-Дам, по-моему, сколько там, 8 счастья, что ли? Да и там вообще какие-то такие цифры. Ну, это, по-моему, даже лучшее чудо на счастье в игре. Пойду распространю на себя религию, на свои города пока. У меня в Гиппорегиусе и в Гадасе даже пантеон не работает еще. Тут, если в шестой циве просто пантеон сразу во всех городах работает, то в пятой, если вы основали религию, а потом ставите города после основания религии, то в тех городах пантеон, как бы, считается нераспространен. Это, по-моему, странно. Сяма, я там через свои... То есть там есть какой-то проход у тебя дальше пройти? Ну, ты можешь пойти направо, я пойду налево тогда. Я могу без твоего разрешения пойти направо, прикинь. Ты как считаешь? Да. Доброго. Ты будешь воевать со мной, да? Конечно. И ты же не даешь никому пойти? Никому это кому? Тебе и голландцу, которые пошли и посмотрели все? Мне-то. Между прочим, я вот не пошел смотреть. Ну, потому что у меня там уже армия стояла. Что ты думаешь, мой конь там не убежал бы, что ли? Куда? Заромит калу-ка. Ну, убежал бы назад, к себе, но не ко мне смотреть. Я бы он убежал с такой... Я вот так вот по-дружески сказал. Как? Я не понимаю. Как ты можешь пробежать? То есть ты сквозь мой юнинг можешь пробежать, объявив войну или что? Зачем мне объявлять войну? Вот без объявления войны я спокойно побегу через твои химии. Ну, один ход, и что ты увидишь? Ты ничего не увидишь. А дальше сразу меня настигнет карь небесная, да? Ну да. Я вижу охренительные места и умру от... Не знаю даже чего. Нет, ты увидишь кончик пики, который вылазит изо рта всадника твоего коня. Как тебе так? Мерзопак, что-то должно быть. Чё-то жёстко. Ну, смотри, уже фермы у Египта все построены. О, Прага. Это стал другом, потому что я великую стену сделал. Так, по культуре я вряд ли выполню квест. Адмиралы я тоже вряд ли сделаю. Хотя, подождите, вот сейчас-всейчас строю Великий Маяк. Я вот не помню, по-моему, Великий Маяк как раз очки Адмирала, да? Не, я, блин, да. Тут в пятой циве по-другому. Тут очки Адмирала и очки Генерала набиваются только в битвах. Только в битвах. По-моему, с чудес никакие очки Адмиралов и Генералов не делаются. Ну, или там со строений каких-то. Да. То есть, я могу, если только на каких-то варварах Адмирала набить. Так, у меня есть инженер Великий на чудо ускорения и на создание. В пятой циве Великие Люди. Каждый великий человек не имеет какой-то своей особенности. Они все одинаково различаются только по типам. То есть, вот Великие инженеры либо ускоряют строение, ну, естественно, это лучше тратить на чудеса, потому что они иногда даже могут просто за один ход построить. Либо их можно посадить как улучшение. Сделать вот в плане инженеров эта фабрика, по-моему, клетка тогда плюс то ли 4, то ли 5 производства будет давать. Где она построена. Я в Карфагене должен фермы строить на самом деле и его на рост ставить, а не то, что вот тут, а не то, чем я сейчас тут занимаюсь. Так, я первый по науке уже стал и первый по населению. По производству не сильно отстаю. По еде тоже, но по еде я могу отставить просто потому что у меня городов меньше. Тем более я еще и не поставил фокус на еду. Так, два новых задания. О, сахар. А вот поставил бы город на сахар, можно было бы выполнить это задание. Не отремонтирована ферма, еще внизу могу ферму... А вон, кстати, сахар могу обработать. Четвертым радиусом дотянулся Карфаген. О, у меня уже ноль. А, у меня Генуэ перестало быть союзником. Кстати, Генуэ можно было бы... Надо, вот надо сейчас ореть, что Генуэ хочет на самом деле. Видите, с амбаром пшеница только две еды дает. И у меня еще, опять же, способность Карфагена. Напомню, все города имеют бесплатные гавани. И, соответственно, города на побережье связаны торговыми путями, получается. Да, тут, конечно, чеченица на море, но ее, она не берется, мягко говоря. Там такой заплыв, что фиг, что сделаешь. А, это я деньги. Я вот почему решил расписать, потому что это деньги дает. Слоновая кость на соль. Вино. Ну, я просто хочу посмотреть, может, какой-нибудь город-государство хочет, либо какой-нибудь из моих городов хочет ресурс, чтобы праздник короля начался. Киты. Какао, сахар. У него ничего этого нету. И Ванкувер. Да, там все сах... Ну, сахар я сам себе добавлю. Слушай, мне вообще бы сахар не помешал. Честно говоря. У меня один, да? Да, который у тебя один. Поэтому... А зачем? Как ты насчет этого? А зачем мне сахар? Если я могу его сам обработать? Или я не вижу опять, что у меня сахар в моих границах. Ну, серьезно, вон сахар ниже. Ну, конечно, он довольно долго будет обработать, а у ходов 8. Но он у меня есть. Да, давай вот так. Ну, вот что я сейчас думаю. Да, тут, кстати, прикол, что пока ты не примешь сделку, ты не можешь посмотреть, что у других есть. Я не знаю, что тут я все открываю-закрываю, но все-таки принял. Ну, выполню задание Гену, и то есть Генуя сразу станет союзницей, и плюс в Гипорегиусе, плюс к росту в городе станет благодаря добавлению этого ресурса. Да, у меня есть свой... Ну, наверное, так правильнее все-таки. Просто этот сахар, который у меня есть, он... Вот сейчас посмотри, вот у меня... Во-первых, только сейчас я отправлю туда... Да ладно, не отправляю. Зачем мне еще одну соль обрабатывать? Не понимаю, ну, по-моему, плантация на сахаре... То есть, мало того, что один ход я оттуда пойду, по-моему, то ли 6, то ли 7 ходов. А вот и Синай, кстати. Тут нахождение каждого чуда, чудо природы, дает плюс одно счастье. Что это важно, их тоже найти. В 6 циве очки эпохи дает, в 5 циве счастье дает. Каждое чудо одно счастье. Блин, мне бы голландца, конечно. Видите, я туда и побежал, чтобы мне голландца встретить. Блин, не знаю, почему я всю эту молоку никак... Где у меня там? А, у меня, наверное, далековато еще. Девять, я что-то туда-сюда плаваю как-то не особо. Здесь я сконцентрирован. Блин, у меня кгшки просто какую-то херню вообще. Адмирал, закладывай. Так, тауизм, производство. Никто ничего не говорил? Ара какую-то херню говорил. Я херню-то сейчас одну скажу. Тауизм, это, очевидно, майя приняли. И я думаю, что, кстати, Сиам будет эту религию майя на себя и распространять, потому что там хорошее верование плюс 15% к производству от количества верующих. Ну, плюс вообще там не так. Что, опять рассинхрон? Все у всех норм? Ну да. Да, вроде. Ну, у меня уже утика даже голодает. Вместо того, чтобы расти. А я уже университет и струнул. Ну, тут, очевидно, ошибка в очень медленном выращивании городов. Просто можно это и нужно. У меня все для этого возможности тут были. Собственно, морские караваны и есть клетки с едой. Но я этого... Почему-то я сделал упор на строительство шахт. Хотя у меня нету столько жителей даже в городах, чтобы эти шахты использовать. Караваны, конечно, на еду отправляю, но это никак не сказывается. Потому что я менеджментом, собственно, этих самых городов слабо занимаюсь. И тут мне не очень понятно, почему. А то я даже пшеницу... То есть я тоже на той век? Пшеницу пошел обрабатывать, а не соль. И это вместо сахара. Ну, ладно, там сахар, предположим... Не, сахар бы мне давал 4 счастья. В любом случае, я давал. Несмотря на то, что я торгую с сямым сахаром, но я на одну... Нет, на деле, не давал бы, получается. Не, сейчас бы он не давал, пока не закончилась торговля. Ну, хорошо. Почему пшеницу туда обрабатываю, а не соль? О, здесь занялся, наверное, какая-то фокусом на еду. Не может быть. Это я залучевую клетку, чтобы они не переключались. Я решил на производство переключить. Ну вот, карфаген хоть расти будет потихоньку. Гильдию артистов, чтобы культура появлялась. Река у меня есть. Национальный эпос тоже будет. То есть у меня... Тут интересно, что как бы у великих людей общий счетчик, но у инженеров, ученых и торговцев один счетчик общий. А у артистов, у художников, писателей и музыкантов свой счетчик не общий на всех, а у каждого свой один. Или нет? Или у них у трех тоже общий свой. Вот я уже подзабыл. По-моему, нету. По-моему, у них всех разные. Уже подзабыл немножко эти... Как-то... Эти частности. Я представляю, что я как-то не иду во фрегаты, хотя мне кажется, тут стоило бы. Именно во фрегаты, просто для того, чтобы даже тупо плавать, дань собирать. А что мне бояться? Что мне идти, например, по нижней ветке в армию, что вот Сиам припрется через всю эту карту на меня напасть? Там достаточно скаута поставить рядом с его границами и следить за его перемещениями, и все. А флот вполне... Железо у меня есть. 7 фрегатов. У меня 7 железа. То есть это 7 фрегатов. И собирай, езди, Даня. У меня вон городов-государств рядышком. В принципе, неплохо. Нормальное количество. Малака, Прага. Там еще какой-то правее был. Так, в Гепарегиусе проверу. Ну, что жду я? Что я тут рассматриваю? Надеюсь, 67. Ну, не самые лучшие какие-то я странноватые все-таки взял. Верование, по моему скромному мнению. Тем не менее, уже 600 денег, плюс 19 вход. Вот культуры маловато у меня. Конечно, хотелось бы культурных ГГшек больше прообращать. Я поэтому и чудеса строю, что они мне веру дают. Но религия уже... Не знаю. Я считаю, что надо было в астрономию идти. Я не знаю, зачем. Ну, хорошо. Кавалерия, банковское дело. Может, я в Пизу, конечно, хочу выйти раньше всех. Просто падающая эта башня Пизы. Чудо одно из лучших. Оно дает бонус к появлению великих людей. Все притихли, да, так? Не знаю. Я не притих. Или просто меня не слышно. Да, у меня откровенно скука. Я полхода только что-то... Ну, полтаймера делаю и все. Барабудур построил. Интересно, кто кому там так не терпится свою рели... Барабудур дает четырех миссионеров. То есть, благодаря его строительству, ты можешь просто сразу свою религию разнести. Вот Флоренцию бы засоюзить тоже. Или хотя бы подружиться. Ну, вот я говорю... Ну, видно у меня какая-то несконцентрированность. Хотя мне тут немного всего делать надо. Но, честно говоря, лучше бы я сконцентрировался и пытался микроменеджментом городов заниматься. А так я как будто ничего не делаю по-хорошему. Так, ну что, ислам уже практически... Я бы сейчас миссионера в Малаку повел еще, в Малаке бы. Потому что мне нету интереса распространять мою религию на... Ну, хотя, какая разница с другой... Ну, там точно будет влияние... Да и Шара, что я... Ничего, если я ушмаль обращу в свою религию. Все равно там пустыни нет. А зачем тебе это? Он тебе все равно станет моим, скорее всего. Ну, станет твоим, я получу свои бонусы. А что это за бонус? Там явно перебьет все равно религия, которую у Сиама, есть смысл мне туда нести. И тем более, тут нету победы религии. Ого. Я уже решил в арбалеты прямо... Я просто хочу пройти туда, каломатом. Ну, в пятой циве выгоднее апаться. Тут нету смысла держать устаревшие юнистры. Очень долго смотреть с нами. Одно у тебя там давление сильное. У меня даже на Монако давит мое. На ультре давит вообще твоя сильно очень религия. Зачем голландцу тогда обращать тот город? А ты вообще какую собираешься оставлять? Или ты будешь половинить? У тебя там одна катализм, другая даосизм. Катализм? Ты про какую религию говоришь? Катализм. Католицы. Этот. Катали... Эм, блин, как это? Катализм. Это, которые религия химиков, знаете? Которые в катализаторы верят. Ну, я к тому, что какую ты религию против, чтобы я перебивал? Даосизм, зачем тебе он нужен? Все равно, что не твоя. Ну, она пока мне эту самую дает. Не, ну, в уши, мол, я ничего еще не дает. Не твоя, потому и бесишься. Начать давать. У меня как раз кромлях, и тебе будет давать плюс два. А, давай. Каталин надо было начинать. Ну, вот видите, как мирно договорились две религии, вместо того, чтобы убивать друг друга. Вполне конфессии. Вот в этом городе нашу религию распространите. В этом городе мы свою распространим. И все мирно сосуществуют. Так, теперь я везде рынки делаю. Везде сделал. Вообще, раз я уже... А, ну, я в универы посадил специалистов, видите, в столице. Здесь специалисты помощнее, на самом деле, чем в шестой цивилии. Ну, в первую очередь, потому что тут много зданий на проценты. То есть... Я вот не помню, специалист... Ну, во-первых, специалисты еще очки великих людей дают. То есть, представляешь, специалистов... Сям, объясни, как голландцу пройти, чтобы я у тебя тут не мешался. Да иди направо. По-моему, три... То ли три науки, то ли две науки дают специалисты в университете. Но еще и очки. Да, наверное, вообще карты странные. Великих ученых еще одну ГГшку нашел. Я вообще не думал, что серьез будет там наверху между кельтом. Ну, а не между кельтом, а кельтом и так зажали. Я думал, он слева будет над Лешей. Да, кельтам, мягко скажем, не повезло родиться там. Походу, между Сиамом и Египтом было, и они его распилили. Так. Давать ли мне Ванкуверу деньги? Да, морские города дают еду. В столицу. Да и в другие города, по-моему, тоже. Только эти бонусы зависят от эпохи. То есть, чем позже эпоха, тем больше бонусов города-государства начинают давать. Ну, знаете, вот, знаете, я уже что-то засомневался, правильно ли я апгрейджу юниты. То есть, а, собственно, зачем? То есть, что здесь? Ну, ладно, тот арбалет я апнул, чтобы от варваров отбиваться проще было. А вот этого рыцаря... Ну, еще можно, конечно, изображать силу в демографии. Что, типа, ты не совсем по юнитам отстаешь. Но я вот не вижу на этой карте, чтобы... Даже если у меня будет ноль юнитов, что кто-то прям соберется и пойдет на меня нападать. Так. Ильди артистов. Тут, значит, что дают вот эти великие люди, писатели, когда вы их используете? Ну, во-первых, они могут шедевры создавать, опять же, в музее, но в пятой циве это как-то не особо часто используется. Этот туризм здесь послабее, по-моему, сделан, чем в шестой. Так вот, когда вы их используете, писатели будут давать сумму культуры за последние шесть ходов. Когда вы используете художников, они просто дают золотой век вам. И музыканты... Вот музыканты практически самые бесполезные, потому что они будут давать туризм за последние... То есть музыканты вот чисто именно если для победы туризмом. А художники и писатели, они все-таки универсальные. Они помогут во время любого игрового момента. Так, ну что, захватываем этот лагерь. Да. О, это Ванкувер хотел. Так, с Ванкувером можно будет подружиться вполне. Так, вижу юниты Голландии. В Индии, вижу польдеры. Ну вот. А, тут польдеры у голландца-то. А что я Монако, по-твоему, захватил? А это ты захватил Монако? Это Монако бывший? Так написано. У меня не видно название. А, ты еще не увидел город, да? Да. Смотрите, тут отдельный. Да, ну тут некуда город стоять. Так, снимал, там разве что справа от ухтрих-то есть козыл. Там через утрих надо идти. Что? Козыл видел? Нету тут еще там, там море. Везде, я же говорю, места нет вообще. Так, это сбил, сколько места? Тут вообще еще двоих можно поселить. Мы сделали вот Май и Карпагеном. Ну да, там, там у меня нет ничего. Почему я вот такой делаю фокус на еду, залочиваю, а потом делаю фокус на производство? Потому что в 5-й циве такой прикол был, что когда растет житель, новый житель добавляется на ту клетку, на которую фокус стоит, то есть на производственную добавится. А за одного почитателя дают 10 науки, да? Ну, с моим вот этим бонусом. Я первый раз его просто взял. Там не совсем так. Там за одного почитателя чужой религии дают 10 науки. Ну да. Нифига себе голодец. Уже 3 в коммерции взял. Ну, то лучше бы я не брала что-нибудь другое. Если бы можно было там рационализм. А почему у тебя так много культуры? Ну, знаю, у меня козылка культурная есть. И Флоренция там со мной дружила. Ну, и оракул уже. Так вот, добавляется клетка, но почему-то ресурсы с нее как бы в конце хода добавляются. То есть, грубо говоря, если город должен вырасти, там, например, с 10 до 11 жителей, и вот так вот залочено все, то в конце хода вам добавится производство, ну, например, там есть клетка на два молотка, то в конце хода вам как бы добавится два производства в этом городе. То же касается и других тоже ресурсов. Если, например, фокус вы на деньги поставите, то вам деньги добавятся. Но в основном ставят именно на производство, чтобы быстрее что-либо построить. Это ты, что ли, Колумбос? Конечно, юнитов надарил. Вот у меня три производства. Взял я морскую инфраструктуру. Теперь у меня должно быть очень нехило так производство добавиться. О, мы с голландцем первые по армии. Давай всех пилить. Ну, видите, разница между первым и последним полторы тысячи силы. Да, я был последний, мне ГГшка подарила самый Требушет, и я стал, неожиданно, почти первый. О, слушай, вот этот остров выглядит очень неплохо. Если там, конечно, никакого города-государства нет. А, я тут рыцаря опнул, чтобы с теми варварами сверху разбираться. Ладно. Еще что? Сириус, я иду, иду. Все, никак даже твои земли не могу найти. А ты бегал ко мне, на меня нападал. И ты не туда идешь? Ни хера себе у Монако, сколько полдеров. Ну, это напополам. С ратарарарамом. А, ну, тогда нормально. Да. Сколько городов тут вырасти можно? Сколько вообще полдеры дают? Ну, изначально по максимуму когда будет? 6, по-моему, золото еще, молоточек. Золотый молоточек. Да, я видел на полдерах отъедали города там под 50. Ну, очень быстро. Ну, то есть, это, ну, это, когда, конечно, самое идеальное полдерное место появляется. Ну, вот поймы, кстати, неплохое место в этом плане. Офига себе. У нас, кажется, Лигу лидер по науке. Ну, то есть, он первый вышел внезапно. Да, ну, ладно. И что, ты в акустику вышел? Ты у нас решил по культуре, что ли? Ничего себе. Почему акустика-то? Сейчас полностью закроет этот. Коммерцию. Буду торговцев это покупать. О, я нашел еще. Фудзи. Последнее чудо. Но оно на острове. Слушайте, ну, там хороший остров. Я бы там заселился. Может, сейчас вы не поняли, как я выяснил, что он вышел в акустику. Еще раз напомню, я в прошлых сериях говорил об этом. Когда кто-то открывает технологию, тот, кого вы встретили, то для вас она становится дешевле. По-моему, на 5% тоже. И, соответственно, получается, что... Вот сейчас я посмотрю. А в одной вот этом вертикальном столбике вот эти все технологии одинаково абсолютно стоят. Я просто сравнил стоимость, вижу, что акустика стоит дешевле. Это значит, что... Голландец вышел именно в акустику. Таким образом, можно проверять, в какие технологии кто вы... Ну, понятно, когда в ФФА вас тут четверо сложно угадать, но тут там просто игра сообщила, что вот Голландия вышла в следующую эпоху, в Ренессанс, по-моему. И я сразу посорял. То есть я-то думал, он в Пизу пойдет. Обычно все выходят именно в Пизу, в Пизанскую башню раньше всех построить. А, по-моему, я замок построил? Ничего себе. Это не я. Это, по-моему, там нет замка. Нет, там нет замка. Нет, там нет замка стены. Не, вполне так и не будет. Угу. А ты решился, что я тебя так боюсь-боюсь? Ну, не знаю, что там решил построить. Появился ученый. Я его в Академии. По-моему, я просто точно не помню. По-моему, по правилам было, что нельзя копить ученых и обязательно в Академии. Я чуть-чуть реально не ожидал, что голландец так впереди будет. Я не впереди. Ну, сам посмотри. Ну, Египта сколько технологий, сколько у меня. Я отстаю от него на две технологии. Надо, конечно, голландцу отправлять шпиона. Но, к сожалению, я его города не вижу. Это еще один, почему надо было посольство у него просить, чтобы видеть его старинный шпиона. В общем, вообще, ты самый первый. Ты на три технологии всех обгоняешь. Да, но я так, собственно, напрямую шел в Ренессанс и почему-то раньше меня туда вышло. То есть, я так понимаю, что у тебя какие-то сошли бы и не открыты. Я сам не понял, как так вышло. Ну, морские, да, не открыты. Зачем они мне нужны? Я проверяю, что мне нужно какао и серебро. А тут у меня в двух городах праздник. Но у него нету ни какао, ни серебра. Так что надо еще проверить города-государства, что хотят по своим квестам. Что-то я не там смотрю. А, я смотрю, какие ресурсы у других городов-государств есть. Если я их за Союз, они же мне будут даваться. Так что можно принимать. Нет у них ничего полезного. Еще в пятой циве странная обработка морских ресурсов. Тут не очень выгодно на море появляться, потому что морские ресурсы... Ух ты. Ребята, хавайтесь. У меня кавалерия. Это... В руинке нашел апгрейд. Прикольно. Ну, сейчас кавалерию вообще не скоро кто-либо откроет, но в пятерке одним юнитом ничего не сделать. Вряд ли я смогу захватить какие-нибудь города им. Вообще, я в принципе не могу им захватить города. Так вот... Я смотрел, какие ресурсы есть у городов-государств. Они их дают, когда их союзишь. Когда ты союзник города-государства, он не только тебе какие-то бонусы свои. Там, культурный город-культуру, торговый, еду. Не, морской еду, торговые счастья, но и ресурсы, которые они обрабатывают. И стратегические, и ресурсы роскоши. То есть, это тоже надо учитывать и, в принципе, пытаться союзить те города-государства, у которых есть необходимые вам ресурсы. Ну, тут опять пытаюсь засвечивать карту, чтобы варвары не появлялись. Слушайте, мне вот тот остров сверху нравится. Я думаю, что его стоило бы... Нехило Карфаген отъелся. Заселить. Да я жиробасина. Жирок. Жиртрест. Ну, это высокие города. То есть, я... Ну, я... По-моему, охренел. По-моему, ты являешься за ару. Но мы его распилим. Но я за него болею. Ну, потом выберешь, но я тогда для участия в финале просим. А, кстати, а почему из прошлого полуфинала прошли трое оставшихся? Ну, потому что там, получается, Кулкэк победил, Ёжик, Коржик по-любому, ну, то есть, ну, никак он не может не пройти с тремя победами. Вот. А, то есть, а так как голосуют оставшиеся, то они проголосуют за этого... Вдруг за Ёжика. Нет, так Ёжик так проходит. Они оба и так, и так проходят, понимаешь? То есть, там хоть один голос, считаете, отдастся за этого монстра, да? А один голос по-любому отдастся, потому что Ёжик Коржик, получится, обязан просто за него проголосовать, потому что за Кулкэта нельзя голосовать. Вот и все. Какие-то там выяснения. Не, ну, по-хорошему, это и честно, раз те вылетели, то... Они просто дальше от Кула были, да все. А что там, такая прям ситуация, что нельзя было отбиться, вот прям ты хоть ложись. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я что-то начало глянул вчера от этого в Италии. Его там быстренько забрали, конечно. Ну, что, Ёндуса быстро забрали вначале, он с твоим городом протянул, начал строить вначале, вместо того, чтобы расселяться Артемиду. Ой, Кулкат пришел, забрал его. Потом португалец вообще армию не строил, к нему Кулкат прошел через проход в одну клетку вообще. И то там ГГшка была в этом проходе. Ну вот и что, и их в финал надо отбирать, да, по-вашему? Что еще, Саня? Человек проигрывает, пропустив армию в одну клетку. Где ГГшка и еще болот. Ну, о чем вообще можно говорить? Кот, я не договорил про обработку водных ресурсов. Надо... Водных ресурсов, именно что рыбацкая лодка, ты всего лишь одну клетку можешь обработать, и она исчезает. То есть, если наземные ресурсы, ты построил рабочего... А Ракуша тебе эту коляску подарю. Круговна нам не надо. Э, она классная. С твоего навалом. Он классный. С твоего навалом, да. Это одна из самых классных колясок в моей империи. Слушайте, реально, где Паригиус плохо поставил? Сверху... Там колеса, слепые диски. Сверху две рыбы, до которых я мог дотянуться себе. Я поставил выше город просто. Что же не такого? Или хотя бы еще до одной рыбы, просто еще на одну клетку выше поставил? Кругие лепешки засохли, и их вместо колес приделали. Прикинь, вот такая. Вот поэтому ты говоришь говно. Вот, привез тебе отдавать. Киты нужны? Кто нужны? Киты. Давай. Так, ну я думаю, что на этом я серию закончу. Спасибо, что смотрите. Напоминаю, что спонсоры канала могут продолжение прямо сейчас посмотреть. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok